Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Сатирного общества» и тема сегодняшнего урока «Жанровая своеобразие» и композиции комедии «Горе от ума». Цель нашего урока – определить жанр произведения «Горе от ума» и его жанровую разновидность, выделять в пейсе элементы сюжетной композиции и кратко представить композицию в виде таблицы. Эпиграфом урока взяты слова Ивана Александровича Кончарова. «Горе от ума» – есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая жгучая сатира, и вместе с тем, и комедия. Действительно, ребята, в произведении есть и черты комедии, и черты травы. Изображен комический прием и соответствие изображения образов. Показаны комические ситуации – это разговор глухих, пародийные образы в лице Репетилова. Использован прием гротеска, спор гостей о сумасшествии Чацкого. Язык песы – язык комедии, разговорные, метки, остроумные и легко запоминаются. В комедии обязательно хороший конец. А здесь – драматический конфликт главного героя и общества. Трагедия Чацкого и трагедия любви Софьи. Напряженная борьба, добра и зла. В комедии два конфликта – любовный и социальный. Интрига построена на любом треугольнике. Чацкий – Софья Молчанин. Помимо этого, в песне один любой треугольник. Чацкий – Софья Молчанин. Молчанин – Лиза и Фамусов. Молчанин – Лиза и Пульфетчик Петруша. Социальный – это столкновение веков нынешнего и веков минувшего. Чацкий и Фамусов – основные антагинисты общественного конфликта. Композиция построена по принципу антитеза. Прогрессивный лагерь Чацкого противопоставлен реакционному лагерю Фамусова. То есть здесь присутствует резкое расхождение во взглядах, на цель и смысл жизни, на ее ценности, на место человека в обществе и другие слабодневные проблемы. Комедия была написана в XIX веке, точнее, в 1824 году, когда классицизм отходил на второй план, романтизм был в самом разгаре, а реализм только-только зарождался. Поэтому комедия была написана на стыке трех литературных эпох. В этом ее отличие, в этом ее разнообразие. Пьеса сочетает в себе признаки классицистической и реалистической комедии. Обратим внимание теперь на признаки комедии классицизма. Это правило трех единств. Единство времени, то есть действие происходит в течение одних суток. Единство места. Мы знаем, что действие происходит в доме Фаусова. Единство действия. Основой для развития сюжета является приезд Чарского в Москву. Теперь же признаки комедии реализма. Герои представлены разносторонне, лишены односторонности, что присуще комедии классицизма. Для дополнительных характеристик и отрицательных героев автор использует, так сказать, говорящие фамилии. Хрюмины, Тугоуховские, Молчарин, Хлёстово, Скалозу и другие. А также автор свободно обращается с рифмой и ритмом, сохраняя разговорную форму слова. Давайте теперь подытожим особенности Жаня. Это комедия в высоком смысле слова. Здесь показано противостояние одного человека и общества. Пьеса написана в стихотворной форме. Здесь обилие пословиц и поговорок. Приемы классической комедии. Единство места, времени и действия. Но в то же время характеры героев реалистичны. В комедии много монологов, раскрывающих противостояние главных персонажей комедии. С одной стороны, персонажи – это конкретные люди. Но с другой стороны, это знаковые фигуры. Фамусов – знаковая фигура. Молчание символизирует устойчивость и благополучие. Часки же символизирует бунтаря, противника фамусовского общества. Молчание символизирует посредственность и согласие с большинством. Ребята, давайте теперь поработаем. Попробуйте заполнить таблицу. Найдите экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Теперь, ребята, проверим. Экспозиция – это знакомство с хозяином, его дочерью Софьей, слугами, секретарем Молчалиным, описание обстановки и нравственных устоев. Первые характеристики персонажа. После приезда Часкова происходит расстановка сил. Дальше действие развивается по двум направлениям. Конфликт личный и конфликт общественный. Это завязка. Дальше идет развитие действия. Часки пытается узнать о женихе Софьи и хочет добиться признания Софьи. Общественный конфликт, обличение Фамусского общества, бал в доме Фамусова, рождение и распространение сплетни о сумасшествии Часкова. Кульминацией является прозрение Часкова. И развязка прозревшей Часки уезжает из Москвы. Но надо отметить, что финал у нас открытый. Ребята, давайте сделаем вывод. «Горе от ума» нельзя назвать произведением чистого жанра. В нем преобладают черты комедии, но наряду с ним присутствует драматическая и даже трагическая. Композиция построена по принципу антитеза. Конфликт любовный и социальный. И еще надо отметить, что пьеса состоит из четырех действий. Задание для самостоятельной работы. Напишите продолжение комедии. Придумайте, что случилось с героями «Горе от ума» после того, как Часки уехал. Спасибо за участие.